Всего две недели назад Россия отрицала перед всем миром, что у нее есть намерение развязать войну или начать вторжение. И вот как все выглядит сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok На этой неделе мой гость из Вашингтона Констанция Штельценмюллер, эксперт по внешней политике и политике безопасности в Брукингском институте, специалист по Германии и трансатлантическим отношениям. А что в Европе? Германия изменила свой политический курс, которому следовало десятилетиями, напрямую поставив оружие в Украину. Но не слишком ли поздно помогать Украине? Бесполетная зона стала бы прямым вступлением НАТО в военные действия. А что насчет усилий НАТО по поиску моста для выхода из войны для президента Путина, который он начал? Как он мог бы выглядеть? И смогут ли Россия и Запад когда-то вернуться к обычному ведению дел? Все это и многое другое в программе «Конфликт-Зон». Констанция Штельценмюллер, добро пожаловать в «Конфликт-Зон». Большое спасибо, что пригласили меня в свою передачу. Очень приятно. В прошлом месяце вы сказали, что существует множество вариантов того, как эта война может стать очень сложной и напрямую затронуть НАТО. Как долго силы НАТО могут оставаться вне этого конфликта? Ну, в то время я пыталась донести мысль о том, что, как вы знаете, если страна, подвергающаяся нападению, является членом НАТО, то начинает действовать статья пятая, гарантирующая коллективную безопасность. И если страна не является членом НАТО, то эта гарантия не действует. Так вот, я пыталась донести мысль о том, что различия в подобных конфликтах носят формальный характер. Это формальность, потому что мы поддерживаем Украину, предоставляем ей оружие, потому что мы вводим масштабные санкции против агрессора, против России, и потому что мы пытаемся смягчить огромный гуманитарный кризис на территории Украины при помощи, например, гуманитарных конвоев, которые необходимо защищать и так далее. Все это подводит нас очень близко к грани потенциального столкновения с Россией, которого мы сейчас упорно пытаемся избежать. Но в конечном итоге, если быть честным, не только доминантная роль в эскалации, но и выбор того, вступать нам или нет в конфликт за Россией. Путин несколько раз говорил, что Запад в его глазах является соучастником из-за финансовых санкций и экспортного контроля, из-за поставок оружия, и никто не знает, выполнит ли он свою угрозу. И помните, он подкрепил эту угрозу, высказав мысль, что может применить тактическое ядерное оружие. Но я хочу сказать, что за последние несколько дней число жертв среди гражданского населения значительно выросло. Если это будет продолжаться, не станет ли это толчком для прямого вмешательства? Вы общаетесь с американскими политиками и советниками. Считаете ли вы, что в Украине есть та красная линия, которую НАТО не позволит пересечь российским войскам? Ну, я думаю, что мы с вами были вместе во время Югославских войн, Афганистана и в других случаях, и мы знаем, что НАТО часто говорит, что есть линии, которые она сама не пересечет, а потом в итоге ее пересекает. Мы также знаем, что в случае полномасштабных гуманитарных катастроф и совершения военных преступлений, когда агрессор, такой злодей, как Россия сейчас, без разбора обстреливает гражданские строения, без разбора атакует и мирное население, это вызывает совершенно обоснованное возмущение в западном гражданском обществе, которому потом очень трудно противостоять. Вы называли это праведной ответственностью, кажется, когда вы говорили об интервенции Запада на Балканах в 90-е годы, да? Именно так, да. Нет, я думаю, что это вполне возможно. Что если, например, как сейчас требуют россияне, когда украинцы эвакуируют свои крупные города, сажают жителей крупных украинских городов в автобусы и вывозят их, а россияне затем предлагают переправить их в Россию или Беларусь? Если, к примеру, россияне продолжат обстрел этих городов и обстрел этих автобусов, мы видели попытку эвакуации из южного портового города Мариуполя, где россияне затем попытались обстрелять или действительно обстреляли эвакуационный коридор. Все это усилит общественное давление. Но сейчас Запад сопротивляется этому по той простой причине, что в свое время, 30 лет назад, во время югославских войн, мы имели дело с Сербией как с агрессором. У Сербии не было ядерного оружия. Она не была мировой сверхдержавой. Это была средняя страна с обычным оружием, которое было достаточно плохим и со злобными ополченцами. Но теперь мы имеем дело с ядерной державой, и никто не хочет того, что, по моему мнению, можно рассматривать как начало Третьей мировой войны. Вы говорите, что никто не хочет этого. Президент Зеленский говорит, что решения НАТО дали зеленый свет для дальнейших бомбардировок украинских городов и деревень. Все люди, которые погибнут, сказал он с этого дня, также погибнут из-за вашей слабости, из-за отсутствия единства. Вашего в данном случае имеется в виду НАТО. Как это обвинение воспринимается в западных столицах? Я думаю, что это воспринимается как вполне понятная гипербола восхитительного украинского лидера, который находится сейчас под чудовищным давлением. Опять же, юридические основания для вступления НАТО в войну против России из-за Украины отнюдь не являются однозначными. И военно-стратегические аргументы также отнюдь не однозначны. Я думаю, что нежелание западных правительств рассматривать это совершенно понятно. И это неправда, как вы сами прекрасно знаете, Тим. Это не тот случай, когда мы ничего не делаем. Украина получает от западных стран самые большие поставки оружия, которые когда-либо получала страна, подвергающаяся нападению. Даже Германия сейчас переправляет чрезвычайно большое количество летального оружия. Но достаточно ли этого? Достаточно ли? Я имею в виду, что, как вы говорите, могут быть веские причины для позиции НАТО, но обвинение в примиренчестве, которое выдвинуто против НАТО правительством, и не только украинским, не просто гипербола. Путин угрожает, Запад отступает. Не так ли? Это опасный прецедент. Простите, но это просто неверно. Это не примиренчество. Мы ввели самые жесткие финансовые санкции, которые когда-либо вводились с Западом. Активы российского Центрального банка были заморожены. Был введен экспортный контроль. Это серьезно. Возможно, это не остановит Путина сразу, но это серьезно ограничит его свободу действий. И я думаю, что это может очень быстро изменить анализ затрат и выгод в кругу его ближайшего окружения, его пособников, его помощников. Речь идет не об олигархах. Я говорю о, так сказать, трудягах, силовиках, которые, так сказать, являются его собратьями. В итоге, если вы посмотрите на то, что говорит Путин, что он написал об этом в эссе об Украине летом, что он говорит с тех пор на своих пресс-конференциях почти все время, что этот человек, который считает, что его миссия заключается не только в том, чтобы подчинить себе Украину и вернуть ее Беларусь, и, предположительно, Кавказ в сферу влияния России, но и в том, чтобы свернуть демократическую Восточную Европу, нейтрализовать Западную Европу и вышвырнуть американцев с континента. Этой его максималистской программе мы должны постоянно противостоять. И лучший способ помочь Украине, откровенно говоря, сейчас, это принять каждого украинца, который хочет уехать, что мы и делаем. ЕС отреагировал с необычайной скоростью и щедростью, принимает людей, которые уезжают. Им не нужно соблюдать никаких формальностей, и они могут оставаться там три года. Это снимает давление с Украины. Но в конечном итоге, я думаю, что для того, чтобы НАТО задумалось о прямой войне с Россией, потребовались бы серьезные изменения обстоятельств. В конечном счете, на мой взгляд, Тим, единственное, что может изменить Путина и что может изменить его собственный анализ затрат и выгод, это его окружение. Никто другой не может и не сможет. Это мое твердое убеждение. Но до сих пор он вытаскивал наружу призрак ядерной войны, если хотите. Он размахивал ядерным оружием перед нами. Разве проблема не в том, что если взаимно гарантированное уничтожение больше не может обеспечить безопасность мира, то вся военная доктрина Запада после Второй мировой войны начинает выглядеть довольно неадекватной, не так ли? Если он не признает взаимно гарантированное уничтожение, мы в совершенно новой ситуации, не так ли? Мы в неизведанных водах, не так ли? И тогда стало ясно, что Путин отрабатывает возложенную им на себя же миссию по укреплению своего личного наследия в истории в роли великого правителя России. И что это может стать чем-то, что в конечном итоге уничтожит все усилия Запада по сдерживанию и обороне. Но мы не можем ответить на это, вступив с ним в войну. Не сейчас, не в данный момент. Это может произойти в будущем, особенно если Путин выполнит свою угрозу и объявится участниками страны-члена НАТО, и весь альянс и нападет на территорию НАТО. В этом случае терять уже будет нечего. Вы говорили об изменении настроений в Германии, о том, как война, если хотите, вызвала землетрясение в немецкой внешней политике и политическом мировоззрении. Берлин совершил неожиданный разворот, отправив военную помощь Украине, вливая огромные финансовые средства в оборонный бюджет. Верите ли вы в подобные внезапные политические перемены? Как вы думаете, это будет продолжаться и дальше? Это не внезапный политический разворот. Я верю, что это поможет. И вот почему. Я думаю, что этому предшествовал ряд других событий в Германии, но это не урок истории, поэтому я не буду углубляться, скажу только следующее. В отличие от исторического сдвига в 1998-99 годах, когда левоцентристское правительство Германии во главе с Герходом Шрёдером решило принять участие в бомбардировках НАТО, воздушной войне против Сербии из-за нападения сербских ополченцев на Косово, которое закончилось тем, что войска НАТО вошли в Косово. Возглавляемый немецким генералом, заметьте. И в отличие от мюнхенского эпизода 2014 года, когда президент Германии, министр иностранных дел и министр обороны выступили на мюнхенской конференции по безопасности и сказали, мы должны взять на себя ответственность в мире, соответствующей нашей мощи. В отличие от тех моментов сейчас, канцлер Германии даёт обещания с количественно измеримыми критериями, ради которых все три его коалиционные партии должны были пожертвовать парой своих священных коров. Но мой вопрос в том, сможет ли он сдержать свои обещания. Всего через несколько часов после вторжения России в Украину, инспектор Вооруженных сил Германии генерал Альфонс Майес выразил сильное разочарование своим правительствам, сказав, что все знали, что это произойдёт на Бундесвер практически гол. А можно мне, как человеку, долгое время изучавшему военный потенциал Германии, сказать, что генерал Майес немного преувеличил? В европейских обсуждениях, особенно в Великобритании, принято считать, что немецкая армия совершенно небоеспособна. Это не совсем так. Да, она не настолько боеспособна, как она должна была бы быть, учитывая, конечно, количество денег, которые мы на неё тратим. И да, многое необходимо сделать для её обновления, безусловно. Но, послушайте, Германия — это, может быть, в военном смысле средняя держава или даже меньше. Но мы — великая экономическая держава. И мы бросаем все силы на эти финансовые санкции и экспортный контроль, которые обходятся нам, Германии, очень дорого. И канцлер Германии сказал, что мы их поддерживаем. Мы вливаем 100 миллиардов евро в качестве стартовых инвестиций в немецкую оборону. Но на это уйдёт много времени, на это потребуется время. Результаты не будут немедленными, не так ли? Да, Тим, но послушайте, мы не будем единственными, кому придётся защищать Европу, если дело дойдёт до этого. Как вы знаете, американцы здесь, с нами, и объединённые силы НАТО значительны, особенно при поддержке американской армии, которая направляет в НАТО лишь крошечную часть своего общего военного потенциала. При этом 100% военных сил Германии и большинства европейцев инвестируются в НАТО. В случае с Америкой дело обстоит иначе. На самом деле у нас есть явное превосходство в неядерном вооружении над Россией. Именно поэтому Путин и угрожает нам ядерным оружием. Вы так говорите, но мы не справились с нашей основной миссией в мирное время, которая заключалась в сдерживании агрессии, прежде всего со стороны России. Когда дело дошло до её третьего вторжения... Мы не потерпели неудачу, извините. Ну, он вошёл в Украину. Мы не смогли удержать его от этого. Мы не смогли удержать его от вторжения в Грузию в 2008-м, в Крым в 2014-м. Это уже третий раз, когда мы не смогли сдержать военный авантюризм с его стороны, не так ли? Да, но это не был военный провал, это был политический провал. В этом-то и проблема. Дело не в том, что он не уважает наши военные возможности. Он думал, что мы политически слишком слабы, слишком разобщены, слишком невежественны и слишком беспечны, чтобы когда-либо отреагировать. И сейчас он узнает своему большому удивлению. И я думаю, это будет для него крайне неприятным шоком, что всё на самом деле совершенно иначе. И он видит сейчас самое мощное сплочение Запада, дипломатических, политических и военных сил Запада, которые мы видели за всю нашу жизнь. И это только начало. Это только начало для Путина, но это только начало и для нас. Я считаю, что нынешняя ситуация может затянуться, стать ещё более ужасной во многих отношениях. Но я не думаю, что Путин окажется в выигрыше. Я абсолютно в этом уверена. Большая часть бремени санкционной стратегии Запада ляжет на плечи бизнеса, не так ли, особенно крупных международных брендов. Как долго, по вашему мнению, они смогут избегать весьма прибыльных российских рынков, которыми они так долго пользовались? Тим, я считаю, что бизнес переживает грубое пробуждение по поводу России, причём уже как минимум десятилетия. Как мы знаем, когда-то это был знаменитый Восточный комитет немецкой экономики, который долгое-долгое время был самым большим факелоносцем путинизма. Очень-очень влиятельная организация в немецкой политике. И правда в том, что как левоцентристская политика Шрёдера, так и правоцентристская политика канцлера Меркель, которая надеялась изменить Россию через экономическую интеграцию, полностью провалились. И кто прогорел на этом, так это немецкий бизнес. И поэтому немецкий бизнес стал куда более недоверчивым и амбивалентным, скажем так, по отношению к взаимодействию с Россией, чем это было, скажем так, 15-20 лет назад. То же самое можно сказать и о Китае. Поэтому я думаю, что вы не увидите того, что немецкий бизнес будет винить правительство Германии или НАТО в том, что они совершают ошибку. То, что вы увидите, это один единственный существенный риск, если позволите. Сейчас идут дебаты, которые, я думаю, в основном вызваны тем, что, как вы знаете, в такие моменты возникает общественная необходимость сделать что-то, что являлось бы сильным жестом. Украинцы просят вас ввести бесполетную зону. Мы с вами еще не говорили об этом, но бесполетная зона была бы прямым вступлением НАТО в боевые действия, потому что это потребовало бы бомбардировок российских ПВО на российской территории. Это просто невозможно. Поэтому люди ищут альтернативные варианты, и очевидным альтернативным вариантом является прекращение импорта энергоносителей из России. Проблема в том, что... Что Германия заявила, что не будет делать. Германия заявила, что не будет этого делать. Именно так. И я ненавижу быть тем, кто приносит плохие новости или дает анализ, который вам не нравится. Но у этого есть разумные причины. Во-первых, это далеко не так важно, как санкции, которые мы уже ввели. Санкции в отношении центральных банков и экспортный контроль гораздо более эффективны. Они сдерживают и наказывают Кремль. Прекращение поставок энергоносителей и, возможно, издержки для нас гораздо выше, чем для России. Да, они отправляют дополнительные деньги в Россию. Но это не компенсирует потери, которые они несут в результате уже введенных санкций. И проблема в том, что хоть вы и можете посоветовать людям носить свитера и теплые носки и отказаться от отопления, вы не можете вот так просто сказать немецкой промышленности или другой промышленности в Европе, если на то уж пошло, остановить свои заводы. Это невозможно. Это было бы настолько разрушительно, что я даже не могу вам описать. И проблема в том, что эти источники энергии незаменимы в краткосрочной перспективе. Мы все планируем заменить их в среднесрочной перспективе. Правительство Германии обещало сделать это через три года, но пока ни страны Персидского залива, ни Венесуэла, недоступны в качестве источников газа, чтобы обеспечить топливом немецкую промышленность и не допустить закрытия предприятий. Хорошо. Констанция Штельцин-Мюллер. Похоже, многие думают о том, как разработать для Владимира Путина нечто вроде трапа для выхода, который не оставил бы его еще более обиженным и агрессивным, чем сейчас. Как вы думаете, на что может быть похож такой выход? Честно говоря, в этом вопросе я настроена крайне пессимистично, потому что мы сделали так много предложений, которые, как мне кажется, были очень продуманными, направленными именно на это, на уважение, на дальнейшее отношение к России как к мировой державе. Контроль над вооружениями, размещение ракет, меры по укреплению доверия, размещение войск на восточном фланге Европы. Все это было вынесено на обсуждение, и Путин все это отверг. Мы пытались провести переговоры о прекращении огня. Российские войска продолжали обстреливать украинские города и украинских граждан во время этих переговоров о прекращении огня. На данный момент кажется совершенно очевидным, что Кремль и Путин готовы вести такие переговоры, только для того, чтобы протянуть время и выиграть его, чтобы иметь возможность увеличить присутствие войск и добиться успеха в военной кампании, которая до сих пор была не слишком успешной. Итак, вы хотите сказать, что после этого с Путиным не может быть восстановлено нормальных отношений? Нет. Он лгал всем мировым лидерам прямо в лицо, когда они приезжали к нему. Да. Да, но я думаю, что это уже понятно. Поэтому нет ни одного хорошего сценария завершения этого конфликта, в котором был бы хоть как-то задействован Путин. И я надеюсь, что его окружению, Нарышкиным, Патрушевым и другим жестким людям, силовикам, которые его окружают, дали понять, что этот человек не только не годится для России, но не годится и для них. Если они хотят восстановить, или если они хотят иметь Россию, которую воспринимают всерьез, которая играет роль в международных делах, то Путин только разрушает это. И, откровенно говоря, единственные, кто может изменить власть Путина, это эти люди. Я считаю, что никто другой этого сделать не сможет. А уровень репрессий, который мы наблюдаем в России в настоящее время, перспектива длительных тюремных сроков для любого, кто выступает против войны, уничтожение остатков независимых средств массовой информации, навещание прерывается. Является ли это, если Путин и его люди вокруг него останутся, началом многолетнего жесткого тоталитарного правления в России, гигантским откатом назад? Ну, предположительно. Что ж, возможно, именно это и происходило в последние десятилетия, когда Путин продолжал закручивать гайки в отношении российского гражданского общества. Разница между холодной войной и сегодняшним днем заключается в том, что во времена холодной войны можно было делать так, чтобы несогласные исчезнули в ГУЛАГе. И людям было крайне сложно бежать. Теперь у людей есть дроны и социальные сети. И управлять ГУЛАГом стало сложнее. Мы знаем, что китайцы делают это, но даже там у нас гораздо больше информации, чем китайцам этого хотелось бы. А россияне могут голосовать ногами, покидая страну, и они уже делают это в огромных количествах на протяжении последнего десятилетия. Думаю, стоит ожидать того, что теперь гораздо большее число россиян также присоединится к исходу и переедет на запад. И мы должны приветствовать их. Мы должны сказать, присоединяйтесь к нам, работайте с нами. Мы покажем вам, что мы достойное общество. Посылайте своих сыновей и дочерей в наши университеты. И когда придет время, когда вы сможете вернуться, мы надеемся, вы сохраните дружбу и добрую память о нас. Потому что мы хотим быть гуманными обществами и не хотим жить в состоянии войны с вами. Но мое личное убеждение, Тим, состоит в том, что Европа не будет в безопасности на своем собственном континенте, если в России не изменится система. И я хочу, чтобы не было недопониманий. Худшее, что Запад может попытаться сделать на данный момент, это говорить о смене режима или попытаться это сделать. Эти изменения должны произойти изнутри России и на условиях россиян. Но мы должны понимать, что мы остаемся в зоне риска до тех пор, пока в России правит путинизм. Констанция Штельцин-Мюллер, было очень приятно видеть вас в программе «Конфликт зон». С удовольствием. Надеюсь, что было не зря. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова